Всем привет! Сегодня хочется конечно же подвести итоги русской живописи, а где их подводить как не на аукционах, причем на всемирно известных, такие как Кристис, Сотбис и МакДугалс. Дело в том, что в конце 2020 года были представлены именно такие вот выставки, посвященные русскому искусству, и мне бы хотелось сделать небольшие выводы по поводу продаж этих полотен. Первым меня вступает в бой аукцион Кристис, и здесь был проведен в ноябре очередной лот, среди которых очень много представительств русского искусства. И первое место у меня занимает лот Константина Коровина, который называется «Картина в саду». Она была оценена примерно около миллиона фунтов стерлингов и продана за чуть более чем миллион. Кроме того, Константина Коровина картины были представлены «Французский порт» и «Полночь в Париже». Они тоже были проданы на аукционе за довольно-таки внушительную сумму по оценке. Кроме того, из выделенных картин я хочу представить коллекцию Марии Якунчиковой, которая была продана за почти 400 тысяч фунтов стерлингов. Ну и, конечно же, картины Нестерова «Святое озеро» и «Айвазовского буря». Они, соответственно, были проданы за 500 и 450 тысяч фунтов стерлингов. Касаемо аукциона «Макдугалс», здесь главным феноменом стали картины Шишкина. Это «Сосновый лес» и «Летний полдень у реки». Кроме того, здесь еще и присутствовала картина Рериха, которая называется «Печоры. Вход в монастырь». И все три картины, если так соединить, были оценены в 400-600 тысяч фунтов стерлингов. Но когда пошли продажи, то Шишкина картины «Сосновый лес» и «Летний полдень у реки» были проданы за 500 и 450 тысяч. А вот картина Рериха, к сожалению, не нашла своего покупателя. Кроме того, была представлена еще и коллекция того же Константина Коровина. И его картина «Кафе в Виши номер 3» была продана примерно за 200 тысяч фунтов стерлингов. Всего было представлено на этом аукционе около 200 наших российских лотов. И сама это вся движение, все это происходило в октябре 2020 года. Кроме того, еще стоит отметить аукцион «Сотбис». Здесь главным лотом в декабре стала картина Айвазовского «Прощание Колумба перед поездкой в Испанию». И ее оценочная стоимость составила примерно 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Кроме того, хочется отметить из лучших лотов на данном аукционе – это картина Константина Сомова «Женщина в платье 18 века, спящая». Ее стоимость оценивается примерно где-то в полмиллиона. Ну и, конечно же, «Русский авангард» представляли картины Натальи Гончаровой. Они вообще являлись одними из самых прекрасных картин и, наверное, по стоимости лучше всего определяли значимость нашего искусства. Дело в том, что картина была примерно продана за 1,5-2 миллиона фунтов стерлингов. Это говорит о том, что наш «Русский авангард» является одним из самых лучших в своем мире. Вот такие вот у нас новости с аукционов и с новостей русской живописи. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какой вас структура живописи привлекает больше всего и какие картины вы знаете из вышеназванных и смогли бы спокойно купить на тех же аукционах. Было приятно будет услышать ваше мнение. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал. Большое спасибо за внимание.